Друзья, ведь вчера есть цветной бульвар на празднование дня рождения Москвы, дня рождения телерадиоканала «Страна ФМ Хором». Тысячи людей пели песню «Щечки» вместе с Костей Бетеевым. А Костя у нас в гостях. Здравствуйте! Меня зовут Александра Хайрулина. Это программа «Лучшая в стране». И мы-то с вами точно знаем, что в нашей стране самая лучшая песня про «Щечки» — это, конечно, твоя песня, Костя. За что тебе огромное спасибо. Спасибо за вчерашнее настроение, за атмосферу эту шикарную. Тебе самому понравилось, как все прошло, как все случилось? Мне очень понравилось. Наконец-то я смог попеть с публикой. В «Лужниках» мне не удалось, я постеснялся как-то. Да? А вчера ты как раз. Наши зрители и наши слушатели, они, конечно, самые благодарные, самые отзывчивые, душевные. Это я говорю абсолютно честно, абсолютно искренне. Кость, мы очень рады тебя видеть у нас в гостях, во-первых, потому что клип твой крутится у нас, и он очень популярен, очень любим. А сколько просмотров в интернете, там уже за миллионы давно переваливает. Я хочу сегодня, друзья, чтобы мы с вами поближе познакомились с Костей, поближе о нем узнали, и о жизни, о творчестве, биографию немножечко. И если вот вы видите нас сейчас, то видите, в руках у Кости гитара. Это значит, что обязательно мы попросим Константина нам что-нибудь исполнить. Кто знает, кто знает. Да, это для того, что, может быть, кто-то из вас не знает, но в репертуаре, Костя, конечно, есть не только про щечки песни, но и... Про сердца. И про сердца в том числе. И про мозги есть. В общем, про любое фёчание очень много. Костя, ну давай начнем с того, что все эти песни все твои, безусловно, автор. Ты у нас автор-исполнитель такой, с большой буквы. Да, я стараюсь. И стихи, собственно, и исполнение. Костя проживает в Питере, а родился в Челябинске. Да, Кость? Пробучился ты в Челябинске и поступать уже в ВУЗ уехал в Петербург, я так понимаю. Да, в 17 лет я поступил в Санкт-Петербург и начал активно развиваться как музыкант. Но ты причём ведь поступил далеко не на музыкальный факультет. У тебя профессия специалист по информационной безопасности. Да, но... А казалось бы, если молодой человек пишет музыку, слова, и хочет посвятить себя сцене, он должен поступить в музыкальный ВУЗ какой-то. Нет? У меня были разногласия с родителями. И, в общем, ради бюджета я поступил на информационную безопасность. Но ты окончил, всё в порядке. Да, я окончил. Довольна? Диплом, всё, мама довольна. И ты после этого сказал, а вот теперь я буду делать то, что мне нравится. Да. И мама покорилась. Мама сказала, ну хорошо. Так часто бывает, знаешь, огромное количество артистов у нас тоже приносит, что для родителей это вот диплом, а потом мы отправляемся в своё плавание. Ну а песню ты начал писать рано? О, ну я начал пробовать писать песни уже в 15 лет. Там такие блины комом были. А более интересные песни в 20, в 19 пошли. То есть ты посегонечку стал отшлифовывать свой дар таланта, и всё стало получаться у тебя. А сейчас вообще я стал очень придирчивый, и так тяжело что-то писать. Не знаю, вдохновение нужно поискать. А что тебя может вдохновить? Ну, это банально, но меня вдохновляли мои девушки. У меня было их три. Три. Вот. Я бы хотел вдохновляться путешествиями. Ты писала у себя в соцсетях, где-то, по-моему, на страничке ВКонтакте, о том, что вот эти твои девушки, которые были в твоей жизни, они все с потрясающими глазами, с каким-то удивительным совершенно взглядом. Ты читаешь мой инстаграм? Конечно, конечно, Костя, с недавних пор, вот после того, как полюбила песню «Щечки», я читаю внимательно и даже между строк ищу информацию какую-то. Класс. Ну, глаза тебя могут вдохновить, да? Вот так скажу, ты увидел какой-то? Мне нравится... В общем, у меня папа армянин, и есть корни восточные. Мне нравятся очень вот какие-то восточные, но при этом большие глаза. Вот зеленые у тебя глаза красивые. Да, точно. Разрез глаз тоже у тебя красивый. Спасибо. Глаза могут вдохновить меня. Папа армянин, ты говоришь, и вот восточные у тебя корни. А турецкие корни тоже есть? Ты же очень хорошо знаешь турецкий язык. Как я узнал три года назад, мой прадедушка, ну, они были армяне, но амшенские армяне, западные армяне, они жили в Турции, в Трабзоне, и когда был геноцид, они сбежали в Абхазию. Поэтому я чувствую подсознательно какую-то любовь к туркам и к турецкой культуре. Ну, конечно, кровь все равно берет свое, что называется. Видимо, у меня есть предки. А выучил-то турецкий язык, обучаясь в лицее, да, русско-турецком у тебя? Да, он несложный. Ну, как сказать, знаете ли, мы с русским не можем иногда справиться, хотя живем в стране в этой, с детства говорим на нем. Там грамматика несложная, три времени всего, четыре, ну, есть четвертое общее еще время. Произношение, вот как пишется, так и читается. Есть только четыре буквы необычные. Ну, в общем, несложный язык. Но ты при этом не только говоришь на турецком, ты еще и песни стал писать на турецком языке. У меня есть сейчас две песни на турецком. Одна неизданная, одна изданная. И... Но он забывается со временем. Но я... Так надо ездить в Турцию с концертами почаще, значит. Я не был еще ни разу в Турции, и на концерте тоже. Да, вообще в Турции не был ни разу? Вообще не был. Одна девушка, женщина, мне сказала, что щечки ремикс крутят где-то в клубах там в Турции. Сейчас под нее танцуют, ее знают. Костя, а если тебя попрошу, прям фрагментик на турецком языке. Просто у нас здесь в Суде никогда никто не пел на турецком. Сможем? Прям полкуплетика, не знаю. Конечно. Да? Тогда давайте берем подложку. Это очень интересно. Берем подложку? Музыкальную я имею в виду, чтобы была тишина у нас здесь. Да, и чтобы слушать только тебя. Гитару твою и песню на турецком языке. Друзья, Костя Бетеев, такого вы еще нигде не слышали, не видели. Только в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Субтитры сделал DimaTorzok. Боже. Я даже не знаю, мне кажется, теперь это вторая песня «После счетчик», моя любимая. Спасибо, это невероятно красиво. Спасибо. Это даже уже саундтрек какой-нибудь потрясающему фильму. «Великолепный век», как минимум, или что-то еще в этом духе. Это очень атмосферная песня. Про любовь? «Незоман» называется. Нет, про время, про Бога. Причем очень серьезно, философский смысл такой заложен мне. Да, я люблю философский смысл находить. Такой. И даже если это касается какой-то любовной истории, да, все равно гораздо глубже смотришь. Блин, я вот вчера стоял, смотрел, как все выступают на стороне «ФМ». Все пишут про любовь, все поют про любовь. Хочется искать новых каких-то, новые темы интересные. Вот Базиль мне понравился, певец такой. Какие-то интересные, ну просто темы ищут, легкие такие. Вот. Хотелось бы тоже какие-то новые темы искать. Ну, найдутся, я думаю. Видишь, нужно вдохновение, значит, нужны девушки, если они пока тебя вдохновляют. Хотя с этим я не думаю, что должны быть проблемы. Если пока еще вдохновляют? Не если пока еще вдохновляют, а раз уж девушки тебя вдохновляют, и только они пока. Они могут перестать вдохновлять, получается? Ну, не знаю, просто со временем, может быть, тебя не только девушки начнут вдохновлять, а может быть художество какое-то, я не знаю, картины, просто природа, умиротворение и так далее. Все что угодно может быть. Что ж так испугался сразу парня? Вовсе не обязательно. Я как раз хочу вдохновляться природой и путешествиями. Вот Есенин, читаю его. Как можно так восхищаться природой? Да. Под Челябинском у нас есть деревня, там тоже степи, леса. Я вот прохожу и пытаюсь вдохновиться что-то написать, но... Пока не получается. То ли я не патриот, у меня не рождаются такие строки красивые при этом. Да все придет с возрастом, я думаю, Кость, потому что, ну что уж грех оттает, правда, ты только на начале своего пути. Посмотрим. И у тебя пока только один клип на песню «Щечки», правильно? Скоро будет второй. Но зато уже с ним связан. Кто снимал этот клип вкратце, прям можешь рассказать? Украинский режиссер, девушка, Лиза Клюско. Кто-то снимал все клипы практически джукбокс-трио, да, Груди? Ты знаешь ее? Нет, не знакомы мы. Очень милая девушка, она знает, чего хочет, она контролировала весь процесс, весь день. Очень приятно было с ней работать. Может быть, дальше будем сотрудничать. Сейчас продолжаем искать режиссера на клип на песню «Восемь разбитых сердец». Нам присылают сценарии, мы их читаем. Что-то нравится, что-то не очень. Но уже можно точно сказать, друзья, что те, кто принимает участие в творчестве Кости Битеева, то есть либо снимаются в кадре, либо за кадром, но как-то причастны к творческому делу, это приносит удачу. Я сейчас говорю о главной героине твоего клипа. Она же после того, как снялась у тебя. Вот-вот буквально спустя какое-то время стала мисс Украины, по-моему, да? Да, я был в шоке просто. Мы с ней тогда еще гуляли, перед съемками клипа я с ней встретился. Ну, потому что я не люблю еще с модельного агентства. Я привык к тому, что если мне с кем-то нужно сниматься, потом... А ты еще модель у нас? Я работал моделью три года. Так, что-то нахватался. А потом завязал? Да, пришлось уйти оттуда. Скажем так, не все было удачно. Ну, я участвовал в показах некоторых в Санкт-Петербурге. За границей так я и не побывал в качестве модели. Может быть, это произойдет еще. Да, конечно. У тебя же прекрасная фактура. Потому что у парней бывает позднее зажигание. Мне 24 года. У девушек, к сожалению... Многим раньше. А рост у тебя какой? Метр девяносто. Метр девяносто. Прекрасный. Замечательный рост. Вот, и мы с ней гуляли с Полиной Ткач. И она говорит, вот, хочу в Мисс Украина поучаствовать. Я говорю, какие у тебя планы вообще сейчас? Мисс Украина, вот, что-то дальше буду делать в этом направлении. Смотрю, потом она реально участвует в финале уже. Финалистка. И потом читаю. Ну, она тебе сказала, Кость, спасибо благодаря тебе. Потому что если бы мне твой клип, который уже мне принес популярность... У нее уже там 15 тысяч подписчиков, она мне не отвечает уже. Все? Вот так зазвездилась девчонка. Да, девочки. Кость, я хотела тебя... Я уже, не знаю, позову ее в клип, она не пойдет уже, наверное. Боже мой, да столько прекрасных девушек еще, чего тебе расстраиваться-то на этот счет, да? Я же еще еще. Вот у жителей Москвы, пожалуй, только вчера была такая возможность, а насколько я поняла, у петербургских жителей достаточно часто появляется возможность посмотреть тебя, как ты выступаешь на улицах. Если я все правильно поняла по твоим сообщениям в соцсетях. У нас есть аппаратура, мы приобрели в этом году, у меня есть ребята, и в свободное время мы выезжаем на Невский и играем там. Есть какое-то определенное расписание или это в свободное время от твоих важных занятий? Ну, в свободное время примерно с 5 до 10 нужно ловить вот эти часы, когда больше всего народу на Невском. А ты для чего это делаешь? Ты таким образом, ну, еще завалываешь аудиторию еще больше? Три цели, три цели. Третья цель – деньги. Вторая цель – пиар. Люди добавляются, мы ставим табличку. В Питере много уличных музыкантов. И первая цель – это чисто моя личная цель, чтобы раскрепоститься, начать проще, научиться проще общаться с людьми на сцене. А пока ты чувствуешь, что ты зажат немножко, да? Я начинаю волноваться всегда, это пошло еще с X-Factor, да. Ну, мне кажется, как раз наоборот, у тебя должно появляться все больше и больше. Тем более, раз ты участвовал в таком проекте громком, там, за рубежом, то как раз после этого тебя там нахваливали, очень нереальный был восторг какой-то. После этого пошло, конечно, в лучшую сторону. Полегче, да? У меня еще есть зажимы, с которыми я очень хочу справиться. Ну, мы тебе желаем удачи, чтобы как бы уже скорее это все случилось. Все зажимы. Друзья, кстати, пока раз попробуем сейчас во время того, пока вы смотрите и слушаете рекламу, какую-нибудь зажиму Костей отжать. Мы будем работать. Мы вернемся скоро. Телерадиоканал «Страна-ФМ» один на всю страну. И у нас с вами, друзья, Костя Бетеев, один на всю страну. Автор, исполнитель, молодой, очень талантливый человек, невероятно обладает имя, очень глубокий. Это я. Что выясняется, да, выясняется просто с каждым его словом, с каждой мыслью и с каждым ответом на мой вопрос. Кость, помимо творчества в твоей жизни еще и пока присутствуют какие-то такие бытовые истории, никуда от них не деться. Вот, например, не так давно ты поделился сообщением в соцсетях со своими поклонниками о том, что ты выкопал картошку в форме сердечка. И это же понятно, что ты не просто задался целью найти картошку в форме сердечка и копал. Ну, соответственно, значит, ты собирал урожай. Да, но мы с мамой копали картошку и за целое поле выкопали целых две картошины сердечки. Вдвоем? Да, вдвоем. Какие молодцы. Я собирала, она собирала. Вот, я ради этого поехал в Челябинск. Но не только картошку. Кабачки, капуста. В этом году кабачков много, тыква. Хороший, кстати, урожайный год в Челябинске. Погода никак не повлияла. Зависит от земли. У нас просто там хорошая земля. Вот. Это 40 километров от Челябинска в сторону Кургана. Яблок много. Ну, вишня у нас высохла. Вот. Да, неплохой урожай. Ну и что, какова судьба картошки в форме сердечка? Она лежит сейчас дома. У меня фотография сохранилась. Я выложил. Оказано, была выложена в сториз, да. Но Костя пообещал, что специально для тех, кто все-таки не видел, выложить вот прекрасное творение. Наверное, так. Земли и почвы. Нет, просто она такая ровная была. Я поэтому удивился. Кость, мама твоя, скажи, любит твои песни? Она твоя фанатка? Слушает их, да. Слушает? Ну, что-то говорит? Есть у нее уже какая-то любимая? Может, Кость, вот щечки, это, конечно, номер один. Или нет? Нет, ей нравятся другие. Другие песни? Ну, более такие лиричные. А какие вообще отзывы тебе показались интересными на эту песню, на эту работу? Я про щечки все продолжаю говорить. Какие комментарии самые интересные, да? Да, да. Ну, понятно, что писали, о, класс, ну, какой голос там, да? У меня есть набор, есть уже сообщений таких. Одна молодая мама писала, что «Ставлю песню в щечки моему малышу, и под нее он лучше ест». Так. Я ей написал. Я ей предложил, может быть, я вам напишу песню, под которой он будет лучше спать, лучше вставать. Можно целый альбом записать для малышей. Конечно, надо будет обязательно. Очень много сообщений было о том, что, я не знаю, как это происходит, но парни писали, парни часто пишут до сих пор. Чувак, спасибо. Не знал, как познакомиться с девчонкой. Отправил эту песню, и сейчас мы вместе. Или у нас уже свадьба была месяц назад. Все благодаря твоей песне. Костя, щечки объединяют влюбленных, соединяют сердца. И, кстати говоря, я вот сейчас подумала, что вполне возможно, кто-то со временем придет к тому, что и под эти песни будут заключаться браки. Да, то есть первый танец, милый, это будут щечки Костя Бетей. Я напишу более красивые песни, под которые точно захочется. И выходить замуж, и жениться, и жить долго, и счастливо. Коммерческая цель такая. Костя, я хочу тебя попросить сейчас без коммерции всякой, просто спеть нам, подарить какую-то песню. Что это будет, расскажи. Никаких спецзаказов не собираюсь делать. Песня «Восемь разбитых сердец», которую вы скоро услышите в оригинальной версии. В октябре выйдет клип, я надеюсь. И я надеюсь, что он будет здесь. Конечно, обязательно. Встретимся еще раз. Да, уже с премьерой клипа. Ну тогда пару слов хотя бы расскажи про то, где снимался клип. Он еще не снимался. А, он только будет сниматься. Да, скоро-скоро должно быть. Все, ждем. Удачи тебе и слушаем песню «Восемь сердец». Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Давай их скорее вернем, а то вышло грубо. Признайся, пока есть время. Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Давай их скорее вернем, а то вышло грубо. Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. И твоем шкафу. Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Посмотрите, девочки, мальчики, женщины, мужчины. Красивый молодой человек, очень умный, интересный, талантливый. Да, уже послушали «Щечки», посмотрели клип, уже послушали песню «Восемь разбитых сердец». Скоро Костя пообещал клип на эту песню, но обязательно что-нибудь еще в исполнении Кости сегодня в этом части непременно услышим. Кость, у тебя уже начались концерты, пусть пока небольшие, да, по городам. И весь им квартирники точно есть какие-то, да? В основном это пока Санкт-Петербург или уже выезды есть? Скажем так, в Питере у меня уже давно концерты. Уже года четыре, наверное, я этим занимаюсь. И была даже до X-фактора какая-то аудитория, в принципе. Но потом она, конечно, в разы увеличилась. Потом увеличилась, да. Я съездил в небольшой тур по Украине. Очень приятно осознавать то, что в другой стране ты тоже можешь показать свое творчество. Талантливый человек, правильно завоевать с аудиторией. И когда пишут вообще, когда пишут из других стран, тоже очень приятно. Там, что давай организовывай концерт здесь, в Германии, там во Франции, мы тебя ждем. Я думаю, любой этого хочет, такого мирового какого-то. Ну, конечно. Ага, подсознательно. Вот, а в России стало побольше, да, сейчас. Вот в Москве я часто выступаю, в Новгороде выступал в Великом. В Екатеринбурге выступил недавно. Это тоже очень круто, ты понимаешь, что это превращается... Очень большой город, конечно. Это превращается в работу, реально. Ты уже не едешь просто так. Ты уже понимаешь, что это работа. Ты понимаешь, что нужно утром успеть на радиоэфир, потом на саундчек, потом туда, потом туда. И ты чувствуешь себя на работе, и мне это приятно. Мне приятно, что я не играю в игры просто, а я реально серьезно к этому подхожу. Кость, как так получилось, что ты достаточно молодой человек, и при этом как-то так, ну, равнодушен, что ли, к клубной музыке? Потому что ты вот признаешься, что тебе ближе акустика, ближе что-то такое минимальное очень в аранжировке. Потому что, в основном, мне кажется, сейчас, конечно, все молодое поколение, это вот вся такая клубная индустрия. Я не равнодушен к клубной музыке, если она качественная и интересная. Если там есть... Ну, в общем, если она качественная и интересная, не буду сейчас какие-то философии вдаваться. Но большая часть музыки, которую я слушаю, это душевная музыка, которая берет за душу. Ну, например, какие-то варианты приведи, пожалуйста. Просто даже для опыта, для тех, кому хочется тоже послушать. Ну, я очень люблю британскую музыку. Мне кажется, что все британские исполнители... В песне, может быть, стандартные три аккорда, но они могут быть так поданы и так спето необычно, что ты находишь в этом изюминку. Вот. А мне нравится... Ну, Эд Ширан мне нравится, британский певец. Потом мне нравится ирландский певец Хозер. У него была песня Take Me To Church известная. Мне нравится Джеймс Бэй, группа Snow Patrol. Такие простые, искренние ребята. Это... Чувствуешь радство с ними, да, какое-то такое духовное? Да, в этом году мне понравилась группа The Luminars. Начал слушать. Тоже у них все так минималистично, это классно. И у них это нормально заходит, у них это слушается. У нас пока не очень. У нас тоже нормально заходит в эфире телерадиоканала «Страна FM», Кость. Это я рад слышать. Да, поэтому, пожалуйста, ты смелее отправляй сразу и приходи обязательно к нам еще в программу. Концертный зал у нас такая история музыкальная проходит по четвергам. Где мы сможем целый час наслаждаться твоим творчеством. Класс. Я приду. Можем что-то еще сейчас услышать в твоем исполнении? Да, дайте подумать, что. Сколько, кстати, на сегодняшний день в твоем репертуаре песен? Ты подсчет какой-то ведешь? Песен-то около 40, наверное, но какие из них хорошие, какие из них нет. Ты еще не знаешь. Хороших около 15 сейчас, я считаю. Ну, 5 песен в доработке, но вот около 8 песен у меня есть на сегодняшний день, которые, я уверен в том, что они хиты, они все в одной концепции. И это будет первый альбом, грубо говоря. То есть есть уже. Ну, вообще любопытно, что ты про свою песню говоришь, одни есть точно хорошие, а остальные, значит, нехорошие. Да, я оцениваю это. А что там хромает? Музыка, текст, вокал? Ну, либо слишком усложненные какие-то, может быть, слишком простые. Очень тяжелый антибаланс. Возможно, в этом успех песни «Щечки» в том, что она сочинена просто. Сочинена. Да, правильно. Сочинена просто. Меня, возможно, смотрит преподаватель по русскому языку. Но в то же время в ней есть какая-то изюминка. И в этом-то и сложность. У меня есть «Щечки». Просто у меня есть «Щечки». Найти баланс, нужно искать баланс. Все гениальное просто. Как это сочинять? Я пока не нашел формулу успеха. Так. Да, мы сейчас попросим еще Костю что-то исполнить из, как выражается Костя, простого и сложного. Одновременного, но душевного. Какую лучше, повеселее или пободрее, без разницы, или погрустнее? Ну, давай пободрее и веселее. А потом, если останется время? Лирики дадим. Блин, я не знаю, какую же песню. Ну, давай, из тех восьми, которые войдут в новый альбом. Песня называется «Танцор». Танцор. Я вот слышал, мы распевались, ты вот так щелкала. Было прикольно. Поможешь себе? Здесь будет уместно. Так лучше или в другой доле? Мой мозг всегда при мне, научи меня пьянять. Мой мозг в камнях, я один, как же так? Но я не буду танцевать с тобой, я не буду танцевать с другой. Мне больше нравится скрывать мир свой. Замер взгляд, бокал пустой. Не буду танцевать с тобой, я не буду танцевать с другой. Мне больше нравится скрывать мир свой. Замер взгляд, бокал пустой. Но мой дом сырняк, стишки коньяк. Я вечный интроверт, вот мой ответ. Я не буду танцевать с тобой, я не буду танцевать с другой. Мне больше нравится скрывать мир свой. Замер взгляд, бокал пустой. Не буду танцевать с тобой, я не буду танцевать с другой. Мне больше нравится скрывать мир свой. Замер взгляд. Шумный бар, днем старый бард. Он пьян смотрит на меня и сказал, я одинок. Мне очень нужно станцевать с тобой, я не буду танцевать с другой. Мне очень хочется узнать мир твой, вдруг наполнился бокал пустой. Мне очень нужно станцевать с тобой, я не буду танцевать с другой. Мне очень хочется узнать мир твой, вдруг наполнился бокал пустой. Ч-ч-ч-ч Ч-ч-ч-ч Я в последнее время стал заниматься, очень долгое время я не занимался, я просто слушал как раз-таки разных исполнителей. Долгое время ты имеешь в виду с детства как раз? Нет, долгое время, ну вплотную я стал думать о себе как о вокалисте лет с 18 где-то. Вот когда я начал подавать заявки на всякие шоу «Голос», там главные сцены, это значит уже, что я признал себя как потенциального вокалиста. Так же, как и на первом курсе в 17 лет я подал заявку в модельное агентство, значит я признал себя как потенциальную модель. Это значит, что твоя самооценка доходит до определенного уровня, когда ты можешь себе позволить это представить, а все исходит от наших желаний. И то, какое количество залов я буду собирать и какое количество людей, тоже исходит из моей вот этой планки, докуда она дорастет. Когда я позволю себе думать о том, что я могу собирать там 2 тысячи человек, 10 тысяч человек, тогда это и начнет происходить. Ну а вокалом ты сейчас занимаешься с преподавателем? Да. Такой, это, не о том ты, Константин, начал говорить, да? Нет, ну хочется услышать ответ, конечно, на твой вопрос. Сейчас я начал ходить к преподавателю пару раз в неделю, я буду заниматься. А ты чувствуешь действительно какой-то уже, ну как сказать, толковый там? Тут палка о двух концах. У меня плохо с опорой все, то есть я это знаю, я знаю, что мне это нужно развивать. Я чувствую улучшение, но у меня есть и самостоятельные виды занятий, то есть мне нравится мелизматика, я ее развиваю. Я понимаю, что в наше время, ну я понимаю свои сильные стороны, возможно, это какие-то надрывы на верхах, какое-то приятное пение внизу и какая-то интересная мелизматика. Поэтому мне нравится и восточное пение. Но занимаясь с преподавателем по вокалу, как минимум я узнаю какие-то основы. Я же не соображаю, у меня компот в голове. Вот это признание. Это признание, мне это говорил Меладзе еще, что у тебя компот в голове. Есть подозрение, что если я начну заниматься с преподавателем, то я стану петь как все. Такое может быть. Но это такое уже, когда ты не желаешь заниматься, находишь отмазки. Я буду заниматься, потому что мне это нужно. Нет, ну это здорово, конечно. И мне кажется, что все равно в этом будет толк, ты будешь только оттачивать, оттачивать мастерство. Хотя бывают такие случаи, когда наоборот, жалуются даже артисты, что зачем мне стало по-другому петь. Или это хуже, или это уже не то. Есть только один главный пункт, которым стоит заниматься. Это записывать себя и слушать потом себя. Ты должен оценить. Когда дойдет до того, что тебе все нравится 100%, у меня мало таких песен. Но те песни, которые я потом прослушиваю, я могу сам пойти расслабиться, послушать. Я понимаю, что песня идеальна. Ну, мне кажется. Потом, через месяц, я найду изъяны. Но на данный момент она. И мне нравится мой голос. Вот тут это значит уже хороший уровень. Когда самому тебе нравится. И сам ты должен понимать, что тебе нужно сделать лучше. Кость, ты тут пишешь у себя в соцсетях о том, что, в общем, любишь путешествовать. И сегодня в эфире сказал о том, что хотел бы черпать в том числе вдохновение из путешествий. Хотел бы. И у тебя была такая история в 18 лет. И пишешь о том, что ты купил себе билет на самолет в Милан. Там 2 суток побыл, рванул в Венецию. Это же твоя страничка. Ты-то как-то посмотрел с недоверием. Я смотрю, какой пост это. Что за пост? От 25 июля сего года. Да. Скажу тебе. Вопрос в чем? А вопрос заключается вот в чем. Вот такие вот поступки, которые спонтанными, наверное, можно сказать, являются. Они свойственны тебе, эти поступки? Ты часто себе позволяешь такое раз что-то придумать, задумать, передумать и куда-то махнуть. Или что-то сделать, или кому-то позвонить, или с кем-то встретиться. Тут зависит от настроения. Но я могу сказать, все, что связано с путешествиями, со встречи с людьми, я очень часто, может быть, ищу выгоду в других людях. У меня мало таких, у меня мало друзей вообще, и мало таких людей, с которыми я просто захочу посидеть, поболтать ни о чем. Потому что они не выгодны тебе? Потому что я не могу получить интересную информацию, обменяться интересной информацией. А с остальными людьми... То есть выгода здесь не только идет какая-то корыстная в плане материальном. Нет, не в материальном. В духовном общении. В духовном общении, да. Если просто приятно с кем-то посидеть, то я пойду встретиться. А так я начинаю находить такие прагматичные отмазки, в том плане, что я лучше позанимаюсь вокалом, или я лучше посмотрю фильм на английском, или я лучше там почитаю, поиграю, досочиняю песню. Вот. А насчет путешествий я очень люблю спонтанные. И я очень рад, что за последний год я побывал в Украине несколько раз. Это было очень круто, когда ты оторван просто от всего. Ты понимаешь, что ты не принадлежишь одному месту, и ты не хочешь стать серым каким-то, вот сгнить в одном месте. Ты понимаешь, что в любой момент ты можешь обновиться, уехать, переехать. И так как профессия музыканта тесно связана с этим, мне это добавляет уверенности в будущем. Я очень хочу услышать от тебя слова, почему Санкт-Петербург тогда был выбран для тебя. Не Москва, а там, ты мог отправиться в Москву или в какую-то другую. Почему именно Питер-то выбрал? Почему все любят задавать этот вопрос? Ну, так уж принято, потому что каждый человек для себя почему-то выбирает так или иначе тот или иной город. А ты тоже? Почему именно Петербург? Ты откуда? Я из Казани, а так вот. Из Казани, то есть в какой-то момент ты тоже переехала в Москву? Да. У тебя был какой-то вопрос выбора? Ну, я, допустим, тот же самый Петербург, я его не рассматривала. Не рассматривала даже. А ты как человек творческий, амбициозный, который хотел попасть в шоу-бизнес, мне кажется, что ты, наверное, по идее, должен был отправиться в Москву. Я как 17-летний человек, не соображающий только что, закончивший школу, сдавший физику только для того, чтобы поступить на бюджет, и три моих одноклассника поехали в Санкт-Петербург, я поехал с ними. Вот, такой ответ устраивает. Просто так сложилось, да, так сложились обстоятельства. Так было проще. Нет, проще было остаться в Челябинске. Конечно, это самый простой вариант. Я выбрал вариант Питер и не ошибся. Но к чему бы он тебя привел? Ну, явно, наверное, не к тому, что есть на сегодняшний день, да? Конечно. Кость, спасибо тебе огромное, с тобой невероятно интересно. У меня есть еще один вопрос, и не знаю, успеваем ли мы еще что-то исполнить. Вот сейчас у нас две минуты осталось, если совсем на минуту, наверное. Да не, на минуту что-то исполнишь. Нет, да? Все, тогда мы оставим твою замечательную композицию на следующий приход к нам в программу. Ну, можно куплет, припевчик спеть одной песенке чисто. Ну, хочется послушать еще твой голос. Но только перед этим скажи, пожалуйста, Кость, сердце-то твое свободно? Сердце свободно, дорогие дамы. Ну, на полном серьезе сейчас, да, речь идет? Да, да, я в поисках. Ну, в смысле, я не в активном прям поиске. Но девушка должна быть очень умной, очень глубокой, с красивыми глазами. У меня высокие запросы. Несмотря на то, что... Ну, да, высокие запросы. Но в любом случае шанс остается у всех девочек. Он есть, так что пишите, ищите Костю в Инстаграм, подписывайтесь в других социальных сетях. Смотрите клипы, любите, жалуйте. Спасибо большое, Костя. Мы послушаем вот сколько успеем. В любом случае ни о чем не стоит жалеть, друзья. Так и называется следующая песня. Супер. Сколько прожито лет Сколько в памяти светлых чувств Каждый новый рассвет мне Ни о чем не стоит жалеть Сколько было побед Рост мой сложен из неудач Там в конце горит свет И ни о чем не стоит жалеть Ведь все, что было прошло Все, все осталось в прошлом Все, что было прошло Ни о чем не стоит жалеть Нам Все заканчивается. Кость, спасибо тебе огромное еще раз от всего телерадиоканала «Страна АФМ» Спасибо, друзья, что смотрели нас. За твое творчество. Дорогие наши любимые зрители, слушатели, поклонники, гости. Продолжение этой песни и вообще другие, и много-много, о которых будет, никто не сомневается. На концертах Кости Битеева. Канал Ютуб. И в эфире телерадиоканала «Страна АФМ».